Миллионы людей, несмотря на наличие электронной связи и других способов доставки, пользуются их услугами. Речь идет о работниках почты, чей профессиональный праздник в России отметят в это воскресенье. О непростой работе, требующей выносливости и выдержки в сюжете Луизы Раджабовой. Ти, Тамара! Да. Ти, Тамара, это Света. Я вам письмо принесла. Рабочий день Казанцевой Светланы, почтальона первокласса, начинается в 7 утра. Опаздывать она не привыкла, спешит на работу и сразу за дело – разобрать корреспонденцию. Вот уже 38 лет у Светланы на хозяйстве около 30 многоэтажных домов. И это не считая частного сектора. С большим трудом мы каждый экземпляр газеты, журнала, мы очень с большим трудом просим людей, чтобы они выписали с каждым года меньше подписки. И хочется, как приходит почта, сразу хочется доставить, чтобы клиент был доволен, чтобы он, не дай бог, на следующие полугодия, чтобы он отказался. Для нас это просто, конечно, плохо. За последнее время жизнь почты изменилась. Газет и частные переписки стало значительно меньше. В основном штрафы, уведомления из налоговой или из пенсионного фонда. Все это почтальон старается вручить адресату прямо в руки. Очень хороший работник. Мы ее любим и уважаем. Всегда, все вовремя. Минусы профессии связаны с непогодой. Приходится работать и в снег, и в дождь. Порой почтальоны сталкиваются и с другими трудностями. Бывает так, вот идешь, что-то смотришь. Я недавно тоже шла, ветер был такой сильный. Шла, письмо смотрела. Человеку не могла два дня вручить. Думаю, письмо надо вручить вот это. И не обратила внимания. Оступила себе, колено разбила себе два месяца. Ходила на работу, хромала, больничный не брала. В мир писем, марок и посылок Саиду привела мама. Тоже почтальон. Помимо них в профессии еще младшая сестра. Несмотря на свой юный возраст, за 7 лет работы Саида показала стойкий характер. Есть и профессиональные атрибуты, которые помогают ей в работе. Нам выдаются баллончики газовые и отпугивающие, например, для собак. У меня был такой случай, чтобы с собаками меня чуть-чуть покусала, но избежала этого момента. Пресса, письма, посылки из Китая. Именно с ними чаще имеет дело современный почтальон. Все раскладывается по участкам, после можно отправляться в путь. Век интернета, говорят, профессия почтальона исчезнет, с чем наши героини не согласны. Они продолжают радовать своим приходом тех, кто их ждет, со знакомой с сумкой за плечом. Луиза Раджабова, Нурмагомед Магомедов, Новости 24, Махачкала. Субтитры создавал DimaTorzok